Привет, привет! Приветствую всех, друзья! Меня зовут Лена Голд, я живу в Майами, и я, как всегда, пропагандирую здоровье, здоровый образ жизни. Я специалист по питанию, и поэтому я всегда делюсь с вами вкусным и полезным питанием, потому что вокруг нас много всего, но часто мы не заостряем внимания, и мы не знаем, как это может быть нам полезно на самом деле. И вот сегодня я хочу рассказать вам про удивительный такой фрукт, вот смотрите, я вам покажу, это называется карамбола, или еще его называют старфрут, фрукт-звездочка, потому что, смотрите, у него вот такая форма удивительная, да, пять граней, и если ты его разрезаешь поперек, получаются такие красивые вкусные звездочки. Вот, я, конечно, разместила пост про этот фрукт, и у меня там фотография, где они желтые вызревшие, но сейчас уже желтые вызревшие я уже все съела, потому что я этот фрукт обожаю, очень мне нравится, и я просто им наслаждаюсь. И у меня остались уже позеленей такие, они тоже вкусные, их тоже можно кушать, но просто чуть-чуть здесь кислинки побольше. Но я вообще хотела рассказать вам вообще карамбола, насколько она полезна. Вот, казалось бы, такой, ну, как бы, вроде непонятный на вид, что это и как выглядит, но насколько может пользы принести. Первое, это дерево, это все растет на деревьях, вот эти. И, конечно, кто-то любит более зелеными, кто-то любит более такими вызревшими, желтыми. Я люблю вызревшие, они такие более сладкие. И вы знаете, вот мне чем нравится, я всегда любила крыжовник. И вот это что-то среднее, такой нежный вкус, такой легкий крыжовника чем-то напоминает, но в то же время очень сочное. Вот, для лета это просто уникальный продукт, сочный, сочный, сочный. Его очень, вот, можно просто кушать. А второе, очень красивое украшение на стол. Вот, если вы делаете какую-то презентацию, я покажу потом, как их нарезать. Вот, и когда делаешь презентацию, это самое шикарное украшение для десерта, для стола. Вот, если сделать такое красивое центральное блюдо, да, с фруктами, конечно, карамбола всегда очень шикарно украшает. И хорошая закуска, кто любит выпить. И еще, кстати, очень хороший антипохмелин. Помогает выйти из похмелья, убрать похмельный синдром даже лучше, чем рассол. Для тех, кто балуется алкоголем, вот такой, знаете, подсказочка. Потому что здесь, во-первых, очень много витамина С. Вот этот фрукт содержит неимоверное количество витамина С, что нам сейчас очень надо. И как раз сейчас, вот, у нас сезон такой, она обычно с мая по август. Но я знаю, что вот мне девушка написала в группе, у нее растет карамбола дерева. И она, говорит, еще зеленые. То есть, она их собирает где-то в октябре, в ноябре. То есть, разные сорта могут быть и позже. Но, в принципе, зависит там, где вы живете и какой сорт взяли. Но, в принципе, лето, это вот сейчас самый сезон. У нас они зреют. Я заехала к приятельнице своей, у нее целое дерево осыпано было. И я просто набрала немеренно. И вот наслаждаюсь и делюсь с вами, что это такое. Значит, уровень лейкоцитов повышает очень сильно. То есть, для крови очень полезен витамин С, иммунная система. Потом еще очень много минералов. И такие минералы, которые вот щелочные, нам нужны для всех процессов. Это много и калия, и натрия. То есть, работа сердца помогает. Давление нормализует очень хорошо. Вообще, как бы, кровоток улучшает. Вообще, работу крови, сердца улучшает работу сердца. Вот, казалось бы, такой вроде как десертик. Приятно кушаешь и столько много пользы получаешь. Очень хороший фрукт для лета, если вы хотите убрать лишний вес. Потому что здесь практически нет калорий. Очень низкое содержание калорийности. Там 31 калория. Но в то же время, очень много клетчатки и растворенной, и грубой, которая хорошо помогает очищать и выводить токсины. Поэтому рекомендую, вот если вы садитесь на диету, вот это такой замечательный десерт, и даже и не десерт, это может быть и вкусный какой-то перекус. То есть, низкокалорийный, питательный. Потому что проблема с тем, что когда люди садятся на диету, они не понимают, что они делают. Они себе, ну как, закрывают себя от получения полезных веществ. У них питание становится очень скудным. И организм страдает. И вместо того, чтобы отдавать вес, они когда с диетой сходят, организм запасает себе. Потому что он не знает, что вы сделаете в следующий раз. Он пытается себя обезопасить. Поэтому я говорю, что диета, это не то, что лишит себя чего-то. Диета, это определенный стиль питания. И вот если вы будете как раз снабжать тело всем необходимым, что ему надо, давать ему код клетки, а нам нужны минералы, витамины, нам клетчатка нужна, нам нужны аминокислоты. Если вы все это будете давать организму, он сам расстанется с жирами, с ненужными килограммами. То есть, вы знаете, это как, как сказать, ребенок, который вырос в сытой семье, никогда не голодал, ему в голову не приходит, не придет пихать пищу по карманам. Как правило, это случается с теми, кто голодал. Они начинают как-то запасаться, как-то прятать что-то. И вот это как раз происходит с телом, когда девушки, женщины хронически сидят на каких-то диетах, не понимая, что они делают. Я очень против вот таких необдуманных диет. Так вот, если хотите постранить, введите в рацион как можно больше карамболы, потому что она будет и насыщать вас соком своим, сок хорошо очищает, помогает, и клетчатка будет идти, и витамины будут идти, и полезные минералы будут идти. Так что, и, кстати, вот когда много пищевых волокон, это тоже контролирует ваш аппетит. То есть, вы уже не хотите кушать. Именно клетчатка помогает нам контролировать аппетит. Поэтому обязательно надо кушать какую-то пищу с содержанием клетчатки. Тогда мы будем как бы меньше такими голодными хотеть кушать. Ну, как сказать, потребностей в еде будет меньше, потому что нужны эти пищевые волокна, грубые нам. Именно они контролируют аппетит. Потом, что еще делает она? Также для построения хорошо она ускоряет обмен веществ. А это, кстати, ключ к тому, чтобы именно усилить метаболизм и вывести какие-то продукты. Смотрите, какая чашечка у меня. Еще остался такой маленький тазик. Уже два тазика ушло. Вот. Потом. Увеличивает усвоение питательных веществ. Потому что часто бывает такая проблема, что мы можем есть какие-то там и даже пищевые добавки, и какие-то БАДы активные, но они могут не усваиваться. Потому что часто нет правильной воды, которая помогает завести это в клетку. Вот, допустим, я все время пью такую коралловую водичку, потому что она именно помогает заводить вещества в клетку. Но вот карамбола своим соком, она помогает именно усваивать питательные вещества. Поэтому я тоже рекомендую, пока сезон, обязательно покушать. Очень полезен фрукт для диабетиков. Вот диабетики, кто у кого преддиабетическое состояние или даже диабет, не бойтесь его. Он, знаете, такой нежный. Здесь нет такого сахара-сахара, но здесь есть именно полезные витамины, минералы. То, что надо начать балансировать именно вот в крови. Поэтому это очень хорошо. И клетчатка также, вот которой здесь очень много, она замедляет высвобождение глюкозы. То есть она вот так дозировано по чуть-чуть дает. Почему диабет возникает, когда едим много быстрых углеводов. Они сразу, вот это джангфуд, быстрые углеводы пустые, они сразу дают глюкозу в кровь, и начинаются скачки инсулиновые. И приходится там это балансировать. Но когда у вас есть такая грубая клетчатка, грубая еда, она помогает медленно глюкозу регулировать в вести. И вот это все балансируется, что для диабетиков очень важно. Поэтому, пожалуйста, также это противомикробное и противовоспалительное. То есть если какие-то проблемы с микрофлорой в желудке, вот, и, кстати, сейчас очень полезно, вот на фоне нашего ковида, которого все боятся, да, вот как раз противовоспалительное, противомикробное. Помогает усиливать иммунитет с помощью этого фрукта. Поэтому кушайте, заводите в рацион. Так, кстати, также может избавить, у кого проблемы с кожей, дерматиты, экземы, сухость кожи. Вот это как раз помогает эту ситуацию облегчить или, может быть, даже совсем решить. Ну, зависит от того, в какой сложности это проблема. Но это может действительно очень помочь. Потому что вот как раз противомикробное, противобактериальное, оно как раз может убрать патогенные микроорганизмы, грибы какие-то из тела почистить. И с помощью этого избавиться и от экземы, и от дерматита. И также предотвращает старение. Почему? За счет того, что убирает окислительный стресс из организма. Мы стареем из-за того, что окислительный стресс укорачивает наши теломеры, и мы стареем. Вот это предотвращает. То есть, это еще такие молодильные яблочки со вкусом крыжовника. Вот. И, конечно, способствуют росту и красоте волос. Если у вас волосы, как бы там, желают лучшего, покормите их. Потому что много минеральных веществ, что для волос очень важно. Вот такой удивительный фрукт, который называется звездочка. Его называют, я знаю, в России. У нас называют старфрут. Но вообще его имя настоящая карамбола. Сейчас я расскажу, как его вообще чистить. В принципе, его можно не чистить. Вот если вам попался так, можно просто сполоснуть и есть так. Но что делаю я? Мне как бы вот эти ребрышки, я смотрю, они чуть-чуть как бы мне суховаты. И я прям буквально вот так чуть-чуть срезаю кончик, и я чуть-чуть вот так срезаю ребрышки. Сейчас я вам покажу. Я просто ножичком делаю вот так. Каждая ребрышка прохожу, прям краючек ребрышка. Вот видите, вот такую тоненькую я сняла. И вот уже ребрышка, это просто такая остренькая часть снялась. Вот. И я так каждое ребрышко прочищаю. Вот видите, следующая ребрышка, я сняла такую тоненькую полосочку. Потому что часто на них там такие, как бы, ну, мне более эстетически это не нравится, что вот там штучки бывают, или потемнения какие-то на ребрышках, на остреньких. То есть такое. И вот смотрите, вот так я его почистила, да, совершенно чуть-чуть тут осталось. И теперь я его нарезаю. Нарезается он поперек. Вот когда вы нарезаете поперек, здесь получается самая такая красота. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, получаются вот такие красивые звездочки. А семечки не убирайте. Можно спокойно есть семечками. Они съедобные, в них тоже есть там полезные вещества. Вот такие красивые звездочки, которыми действительно можно и десерты украшать красиво, выкладывать их там на тарелочке красиво. Они как россыпь смотрятся вообще. Вот представляете, шикарно. Природа создала такую шикарную презентацию. Вот. И вы так просто вот нарезаете и раскладываете. Вот видите, он какой на срезе получается. И просто так раз, раз, раз порезали его на части. И получилась хорошая, прекрасная такая декорация для десерта и как кушать. На тарелочку положили красотищу. Вот, друзья, что я вам хотела рассказать про этот фрукт. Если у вас есть возможность, приобретайте, берите. Конечно, лучше всего их приобретать, вот, допустим, во Флориде на фреш-маркетах. Их очень много продают. И цена достаточно бывает хорошая. Допустим, я видела на фреш-маркете 5 штук на доллар. То есть, это хорошо. Получается нормально. Можно набрать достаточно много. Вот. Или сажайте у себя. Или соседи, может быть, у них растет, угостят вас. Я как-то на маркете тоже покупала, набирала их. А один дяденька подошел, говорит, ой, говорит, а у меня целое дерево дома, говорит, они падают, сыпятся. И вот что я увидела потом у моей знакомой, они прям падают у нее под деревом. Их столько валяется. Я говорю, что ж ты их не ешь? Она говорит, да я не успеваю. Вот. Ну, хорошо, друзья. Это все, что я хотела вам рассказать про полезность этого фрукта. Вот. Если, конечно, есть противопоказания, потому что, допустим, там в этом фрукте есть щавелевая кислота. И вот если у вас язва желудка или серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, то осторожненько попробуйте. Не налегайте так. Сразу попробуйте, как вы на это среагируете. Но если у вас все нормально, то, пожалуйста, друзья, это то, что может вам хорошо помочь. А если вдруг, не дай бог, диабет, то вообще налегайте на него. Он поможет вам восстановиться, разгрузить тело и от токсинов почистить и получше себя почувствовать. Итак, с вами была Лена Голд. Всех благ вам, всего хорошего, любите, цените себя и питайте свое тело. Это лучший инструмент, с помощью которого мы можем испытывать жизнь на этой земле. Надо о нем заботиться. Всех благ.